Аномально жаркие дни загоняют уральцев в речки и озера. Санкционированных мест для купания практически нет, но это не удерживает людей от купания. Только в Свердловской области за период с 7 по 12 июля погибло 23 человека. Пятеро из них – дети. Детская гибель очень большая. Из этих 30 случаев около 10-12 – это дети погибшие в происшествии. В городе Ирбите несчастных случаев нет. В Ирбитском районе 9 июля погиб человек. Пошел купаться в нетрезвом виде. Плавать при этом не умел и утонул. В зоне риска также находятся и люди со слабым сердцем. Часто люди долго лежат на солнце, перегреваются. Затем пошел в воду, и сердце, у кого слабая сердечно-судистая система. Это очень большая нагрузка на сердце. Также несколько случаев есть, когда взрослые просто отвлекались, детей оставляли без присмотра. Буквально вот они у берега здесь находятся. Но ребенок чем-то занимается или на том же кругу плавает, на матрасе переворачивается, попадает под матрас, и в итоге ребенок погибает. То есть здесь получается уже недосмотр именно родителей. 13 июля в Ирбите создан оперативный штаб по контролю за обеспечением безопасности на водных объектах. Орган будет координировать работу профилактических рейдов, в состав которой входят специалисты Центра общественной безопасности, полиция и спасатели. В составе сводной группы мы обходим береговую полосу, инструктируем купающихся, особое внимание уделяем на соблюдение правил безопасного поведения купающихся на водных объектах. Какие правила безопасного поведения на воде вы знаете? Не заплывать далеко за буйки. Не заплывать за буйки. А еще? Все. Без родителей нельзя плавать. Хорошо. Ходить купаться. Одному тоже нежелательно. Нельзя далеко заплывать в холодной воде, не то может многое у вас. Ну, все с тем. А еще? Если вы не умеете плавать, надо всегда быть на рукавниках или... А самое главное правило, что без родителей нельзя на речку или озеро ходить. Вы знаете? Соблюдаете? Да мне зачем это? Не купаетесь? У нас есть бассейн. Не нырять. Детей не надо отпускать без родителей одних. Что еще, чтобы... Ну, кто не умеет, чтобы плавали на рукавниках, жилетах дети обязательно, чтобы были. Какие правила безопасного поведения на воде вы знаете? Я не плаваю. В процессе утверждения в администрации города находится нормативный акт, который в случае его утверждения будет регламентировать административную ответственность за нарушение правил поведения на воде. К ним относятся и купание в несанкционированных местах. Лариса Воложанина, Владислав Буровлев, Павел Тимофеев. НТС «Ирбит». Субтитры создавал DimaTorzok